Это африканское приветствие такое. Я вас и всех поздравляю с наступающим. Друзья, бывает так, что человек ничего не видит. Бывает такое? Мы таких людей называем, что они слепые. Кто-то плохо видит, кто-то вообще ничего не видит. А сегодня в Евангелии рассказывается одного такого человека, который был слепым. Его звали Вартимей. Вартимей переводится как сын Тимея. Этот человек был слепой, он вообще ничего не видел. Ни цветов, ни деревья, ни папу с мамой. А тем, кто сейчас не может успокоиться от смеха, не может выйти с храма. Дорогой друг, ничего смешного нет. Вот если крепко зажмурить глаза, то наступит темнота. Вот закройте глаза. Закройте. Вот все. Все. Все закройте. Каждый из вас. Закройте. Закрой глаза. Не открывайте. Не открывайте. Это часть проповеди. Закройте глаза. Не открывайте. Видите, вам хочется что сделать? Увидеть что-то. Открыть глаза. Почему? Чтобы увидеть что-то, открыть. А то напыняются. Да, что-то не то. У него ненормальное состояние. Вы можете открыть. Да, человеку хочется глазами своими смотреть, видеть. Потому что окружающий мир, он приносит нам радость. Да, нам хочется видеть своими глазами. Вот представляете, что в Артеме он жил в абсолютной темноте. Вообще ничего не видел. Иди сюда. Как тебя зовут? Закофей. Да, ты будешь со мной стоять. Вот. Этот человек, он ничего не видел. Но обычно у таких людей, у которых плохое зрение, у них что? Хорошее. Хороший слух, обостренный. Очень часто такие люди очень хорошо слышат. Правда, да? Да. И из них получаются даже знаменитые музыканты, композиторы, певцы. Могут быть. Могут быть. Может быть такое? Конечно. Если они ноты не видят, не значит, что они песни могут. Они могут сами песни. Да, есть специальный алфавит для людей, которые не видят. Да. Вот. И вдруг вот этот человек, вот в Артеме он сидел у дороги. Что он делал? Что он делал? Слушал. Видеть не можешь, значит, слушаешь внимательно, что происходит вокруг. Правда? Не логично же, правда? Он представлял, что в мире. Потому что хорошо напрягал свой слух. И вдруг мимо него прошло множество людей. Что случилось? Я знаю, что я тебе говорю. Давай в конце ты закатаешь. Хорошо. А то мы разволновались сразу. И вот этот человек, он услышал, что Бога людей, целая толпа. Может быть даже какие-то дети раскрытые, шли, шумели, смеялись, шутили. Да. Вот. И он начал спрашивать. Что такое? Что это происходит такое? Что это? Праздник какой-то начался. Нет. Сказали ему. Это идет Иисус из Назарета. Иисус, он исцеляет любые болезни. И тебя может тоже вылечить. И вот Господь был совсем рядом. И слепой. У него реакция такая. Странная очень. Что он начал кричать? Кричать. Он начал кричать. Что он кричал? Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня. Ну сейчас можно уже показать, что ты прячешь. Да, Ваня? А, я это смотрю. Вот. Это вот фрагмент как раз про Вартемея. Тебе не видно. Можешь стать сюда. А я еще на ютубе. На ютубе? Ничего себе. А я не смотрел. Вот. И он кричал, Иисус, сыне Давидов, помилуй меня. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. А ему начали другие люди, которые с ним шли, наоборот, запрекайся. Кричать на него. Что ты вообще делаешь? Что ты мешаешь? Что ты шумишь? Успокойся. А он все равно не успокаивался и кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Ну что, Господь не слышал, что ли? Слышал. Слышал, слышал. Если так кричать сильно. Слышал, конечно. Ваш даже слышно. Да. Хоть вы и маленький. Вот. Ну и его как бы успокаивали, замолчили. Но он кричал еще громче. Вот. Ну, он повелел позвать Вартемия к себе. Ну и видите, тут вот эта, кстати, картина. Не знаю художника, к сожалению. Тут неразборчиво. Какой-то Гарольд, не знаю, какой-то иностранный художник. Вот. И вот этого слепого Вартемия подвели за руки к Иисусу. Иисус у него спрашивает. Что же ты хочешь? Денег. Нет. Денег ему не надо было. Хоть он просил милостыни. Да. Представляете? Да, он не денег попросил у Иисуса. Он попросил Господи, чтобы мне, ну, везли. А Господь ему отвечает. Ты веришь вообще, что я могу это сделать? Веришь, а не веришь? Вартемий сказал, верую Господи. Вот. И он его исцелил. Да. И слепой стал видеть. Он не на это смотрел. Ему там какой-то отзыв святил. Вот. И слепой пошел следом за Иисусом. Потому что поверил, что он Господь. Да. Потом он целый день на кричал, чтобы его видеть. Не знаем, что было потом. Ну, знаете что? Вот человек был слеп, и по вере в его Господь его исцелил. По вере? Да. Ну, если бы не верил, бы не вылечил. Правда? Не верил. Он же не поверил бы, не вылечил, да? Не невозможно. А бывает так, что вот наша душа вот не видит. Чего? Ну, душа слепая. Может быть, у человека? Может быть. Ну, когда было? Когда? Когда можно сказать, что у нас душа слепая? Когда? Ну, когда? Ну, кто знает под матерью? Кто знает? Когда? Когда любви нету, сказала Люба. Когда мы ничего не понимаем. Когда мы ничего не понимаем. Вокруг тут происходит, мама просит убрать на кухне, а мы не видим, что мама нуждается в нашей помощи. Да. Потому что слеп. Да. Бывает так, что я, ну, не вижу, что я гада сделаю. Вот. Вот не замечаю. Говорят, ну, не лезь мне. Ну, не надо. Я все равно лезь. Душа не видит. Потому что слепой я не вижу. Бывает так, что я, ну, не вижу, что у меня на сердце происходит, или вокруг что происходит, и душа моя слепая. И, Господа, я не замечаю. Бывает такое? Не замечаю. Забываю даже помолиться ему. И делаю все, что на украке. А там разное может прийти? Плохое, теплое. Что же мешает, дорогой Тимофей и все, кто с нами, нашей душе хорошо видеть? Как вы думаете? Плохие делишки. Плохие делишки. Темные делишки. Темные делишки. Ты хорошо сказал. Темные делишки заслоняют нам зрение. Мы оказываемся в темноте. Вот вы закройте еще раз. Темнота. Представьте, что душа тут точно так же заслоняется нашими темными делишками, как сказал Антоний. От Господа, от ближнего, от всего-от всего. Может быть? Как же нам видеть? Как нам видеть? Как нам видеть? Не делать темные делишки. Не делать темные делишки. Вместо темных делишек что делать? Добрые делишки. На исповедь ходить. Знаешь, этого мало. Хоть каждый день ходи на исповедь. Если ты не станешь вместо темных делишек делать добрые делишки, что не поможет тебе? Световые делишки. Есть темные делишки. Хоть каждый час исповедуете, что не поможет тебе? Каждую секунду. Да. Друзья, вместо темных делишек нужно добрые делишки, чтобы просветить свое сердце. Потому что есть секрет. Секрет. Господь говорит. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят... Бога узрят. Бога увидят. Люди, у которых чистые сердца, они увидят Бога. И это, знаете, интересно, в Артемея так получилось. Да, можно еще раз поднять. В Артемея, да. Он очистил свое сердце, наверное. Ну, в Евангелии не говорится. Мне кажется, что этот человек, наверное, все-таки... Произошло покаяние в нем. Он стал хорошим человеком. И не только его глаза увидели, но и сердце. Потому что он Господа назвал Господом. А его не все признавали Сином Божьим. Мы его видим. Он не говорил. Можно увидеть на иконе Христа, но не увидеть Христа. Понимаешь? Можно увидеть Христа на иконе, но не увидеть. Настоящий, но душа не увидит Христа. Душа не увидит Христа. И в душа не в состоянии можно его не увидеть. Точно так же вы утром проснулись, например, и увидели маму. Но не увидели маму. Может быть такое. Не поздоровались вообще. Мимо прошли в туалет, там руки помыли. Обратно зашли, в кровать легли и забыли, что мама там вообще была. А можно увидеть? А можно что-нибудь? О, кровать мамы зеленый чай. Я спосределя. Пусть Господь нам поможет быть чистыми сердцами. Вот. Проявить смирение, терпение, любовь. Потому что, ну все это, наверное, все-таки было у Вартемея. Господь ему дал опишение. Правда? Представляете, чудо такое. Человек не видел никогда, а тут вдруг увидел. Это же чудо. Это радость. Вот. И я думаю, что он был счастлив. Был он счастлив? Конечно, очень. Да. Конец. И Богу слава. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Спасибо тебе, друг. Можешь загадку сделать? Ну ладно. Как тебя зовут? Псюша. Псюша. Давай загадывай загадку. Сложная загадка? Да. Для взрослых? Две. Для детей? Как ты сказала, три. Ну давай. Только громко, чтобы все ребята слушали. Где находятся все жвачки? В школе, в столовой? Да. О, я угадал. Да, ребят, так не делается. Это неприятно, чтобы руку туда засунешь и там... Ой, ужасно. Да, это очень неприятно. Ну, старай загадка, давай. Старай. Что? Это самое главное. Хвост. В жизни усы. Голова. Кокси. Уши. Еда. 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 Эли. Ну, уже у нас времени нету. Причащаться всем нужно. Вы можете после службы друг другу позагадывать, да? Давайте приготовимся ко причастию. Сложим крестообразно руки на груди. Вот. Подходя к чаше, громко называем свое имя. Да.